В деле об угоне иномарок премиум класса 14 эпизодов машины увозили прямо из дворов и состоянок в Самаре, Новокуйбышевске, Пензе, Ульяновской и Ростовской областях. Вскрывали автомобили с помощью специального оборудования. Дальше отвозили в гараж, там устанавливали дипломатические номера и спецсигналы. На таких машинах уже можно было передвигаться беспрепятственно. У Виктории Макагон автомобиль угнали прошлым летом. На Лексусе стоимостью в 4,5 миллиона рублей поездить успела год, где теперь ее машина не знает. Вычислить похитителей в ее случае помогли очевидцы. У нас сосед в подъезде, он видел с балкона, как это происходило, но, к сожалению, он не понял, что это был угон, он не ожидал такого. Видел, что ходили с ноутбуками вокруг машины, поднимались к нам на этаж, читывали через дверь сами ключ, спускались, сели, уехали. В зале суда угонщики прячут лица от камеры на скамье подсудимых Евгений Старчак и Денис Сысоев. Организованная преступная группа угоняла дорогие автомобили с мая по ноябрь прошлого года. Машины перепродавали на территории России и Казахстана. Как правило, интересовали похитителей только новые внедорожники максимальной комплектации, среди которых Toyota Land Cruiser 200 и Lexus 570. Стоимость автомобилей варьируется от 2,5 до 5,5 миллионов рублей. Сгубила угонщиков жадность. Полицейские двоих из них взяли с поличным. Ими оказались жители Куйбышевского района Самары, главарь преступной группы и еще один соучастник сейчас в розыске. За ними следили и поэтому несколько составов, несколько эпизодов преступления, они уже были на контроле сотрудников полиции. Соответственно, на последнем преступлении они были задержаны. Наказания, которые предусмотрены законом за совершение данного преступления, предусмотрены в виде лишения свободы сроком до 10 лет за каждый эпизод преступления. Поясню, что у Старчака это 12 эпизодов совершенных преступлений, у Сысоева 7. Свою вину задержанные признали. Им грозит заключение в колониях строгого и особого режимов. Из-за того, что на заседание явились не все потерпевшие, суд решил перенести слушание на 19 августа.